И всем привет! Вы на канале Vedroid Gaming. Меня зовут Александр и сегодня у нас корабельная новинка King of Warship. Игра от создателей ClashPanzer. Кто не слышал, это та самая наземка, которую мы ждем, ну почти. Имеют танки, колесники, арта, авиация и так далее. Очень крутая система прокачки. Можно модифицировать танк по максимуму, обвешаться ДЗшками, воткнуть дополнительные пулеметы, птуры и прочее. Но выполненная игра довольно всрата, поэтому она сейчас уже немножечко мертва. Но речь сегодня про корабли. Давайте посмотрим, что начудили здесь разработчики. И удалось ли им нагнуть жанр кораблей. Поехали! И сразу к делу. Тут у нас какой-то инструктор Херси. Херси всегда прав. Если Херси не прав, то смотри первый пункт. Ясно? Понятно? Окей, здесь чудесный китайский юмор. Давайте попробуем поплыть. Здесь вот такие вот рычаги. А можно это все дело сразу настроить? Наверное, пока нет. Но я уже чувствую физику. А точнее, ее полное отсутствие. Хорошо. Хорошо. Картинка довольно, опять-таки, же сратая. Блин, у меня уже кто-то стреляет. Внимание, нас атаковали. Ясно. Я человек по имени Ясно. Хорошо. Понятно. Цель. О, какое здесь наведение классное. Но я надеюсь, это всратая тренировка, и в игре будет немножечко все поживее. Прав руля. Погнали. Ой, как здесь все как в рекламе. Наша добыча убегает. Открывайте смотровое зеркало прицела. Пока все стандартно. Ну, чисто Клэш-Панзер, короче, только на кораблях. Кто понял, тот понял. У нас есть индикация перезарядки снизу. Имеются что, торпеды? Да, торпедки пошли. По классике вылетает несколько штучек по факелам. Ну, и мы, в принципе, победили. Тренировочка закончена. Я хочу найти настройки. Нет, еще пока не закончено. Я все же хочу зайти в настройки. Нам говорят использовать упреждение, потому что цель уже двигается. Ясно. Давайте попробуем. Ой-ой-ой. А если я так стрельну? Они пойдут нормально? Ну, вроде попадаем, слушайте. Ну, давай посмотрим. Прям ты-ты-ты-ты-ты. А йо-ва цель. Йо-парасате. Я, если честно, думал, будет более современная техника здесь. Но пусть будет так. Сейчас посмотрим веточки. И так далее. Так, это счастливый корабль, получивший благословение Херси. Хорошо. Вот такой вот тут графоний. Давайте я попытаюсь сейчас его отнастроить, чтобы получилось немножечко покрасивее. Ага, фига-2. Только кнопочка Find горит. Хорошо, начинаем бой. Так, каточка уже запустилась. Нам сказали плыть сюда, что-то захватывать. Вижу противника. Давайте посмотрим на него. Надо привыкать к кнопочкам. Ну, то есть, получается, у нас есть пушки, которым мешают рубачки. То есть, чтобы стрелять из всех, нужно немножечко менять курс. Сгорание, или что было написано. Также есть торпеды. Ой, какое сложное управление здесь. Ну, давайте вот так вот попробуем закинуть. Может, попадем. Главное, чтобы в тушку не врезались. Потопили. Вот эти вот эффекты мне всегда прикалывали в этом, в Клэш-Панзере. Давайте в это постреляем немножечко. Ну, что-то подобие есть в баллистике. То есть, нужно высоту смотреть, длину, расстояние. Вот, смотрите, даже не попадаем. То есть, самонаводки тут нет. Надо прямо целиться. В Клэш-Панзере было то же самое. То есть, там было очень сложно попасть в цель. Ну, пока, естественно, мы ботов разбираем. Каких-то суперфишек я пока не вижу. Вот, смотрите, какая-то фишечка появилась. Что это такое? Это прямо вот так вот можно играть. Торпеды пускать. Такой тактикульный режим, слушайте. А у нас время заканчивается. А враги не тратятся. Не могу сказать, что это удобно. Вот, смотрите, а торпедки закинуло. Не пошли. Попадем или нет? Он как-то еще рывками передвигается. Давайте еще раз попробуем. Battle End. Окей, если уже вторая победка есть, нам дали кучу всяких разных ресурсов. Сейчас мы их будем тратить. Ну, что я могу сказать? Игра как будто бы из 2000 какого-нибудь 10-го к нам пришла. Но пусть будет так. А это что такое плавает? Смотрите. Подарочки. Пока опять-таки же ничего не крикабельного. Идет агрессивное обучение. Как я его люблю. Ну, давайте получаем, получаем, получаем. Сейчас будет куча ресурсов. Все. Мы больше даже получить ничего не можем, потому что нам говорят в другую сторону идти. Так, Atlas. Вот здесь вот у нас корабли. Давайте смотреть. Крейсер. Линкор морская крепость. Эсминец. Подвижен. Ну, короче, это больше картофельные корабли. То есть стандартные несколько классов. Также есть подводные лодки, авианосцы и какой-то спейшл. Прикол десном. Кого возьмем? Вот, короче, нам предлагают взять инвицибл. Разрабатываем его. Чтобы его разработать, надо вначале все купить. Понял, принял. Давайте возьмем. Не просто тут корабли покупаются. Вот, все. Мы его разработали. Теперь он нам доступен. Отлично. Давайте посмотрим, как он здесь фитится. Потому что с танками было просто жесть. Так, у нас тут есть пушки. Потом вспомогательный калибр раздуплится после того, как мы его улучшим, как я понимаю, до 10-го левела. Ну, нам не дают все сделать. Ну, вот, смотрите, мы его улучшили. У нас появилось. Хорошо. А можно еще? Окей, я собрал всякие разные ресурсы. Теперь, я думаю, нам хватит еще немножечко поулучшать корабль. Давайте его сразу же воткнем. Так, линкор. Я все правильно улучшаю. Все, он улучшен по максимуму, получается так. Вот, все модули у нас открыты. Их тоже можно сменить, улучшить и так далее. Представляете здесь, какой крафт? Все за серебро. Никаких печенек. То есть, это у нас основной калибр. Урончик прибавляется. Хорошо. Сейчас всем немножечко накинем. Рейтинг растет. Уровень тоже. Уровень, смотрите, стал уже фиолетовый. Это прям, знаете, как в рекламах. У меня столько боевой мощи. Пропусти меня. Ага. Так, все, у меня закончились какие-то штуки. Скорее всего, серебро, либо чертежи. Нам предлагают пройти вот сюда, вот в бизнесмен. Что это такое? Это магазин, типа? Да, это магазинчик. И здесь за золото что-нибудь взять. Естественно, мы этого делать не будем. Мы посмотрим, что тут еще есть. Так, что это за штука? Фестиваль. О, какая прелесть. Можно, смотрите, интерфейс поменять. Вот где такое вы видели? Скорее всего, нигде. Ага, то есть инновации какие-то присутствуют. У нас есть еще одни ежедневные задания. Мы берем их. И у нас опять всяких разных штук дофигища. Что это такое? Майнинг прогресс. Какая-то мини-игра. Я не понимаю, чего от меня требуется. Давайте, наверное, получим золото. И пойдем в бой на нашем новеньком линкоре. Как я понял, торпед у нас нет. У нас есть две звезды. И кнопочка файт. Погнали. Теперь у нас режим охота. До этого был захват точки, если не ошибаюсь. Окей, смотрите, какой красивый пейзаж. Ну, графоний я могу сказать нормальный. Если бы не всратое окружение вокруг, то есть интерфейс очень убогий. Графика плюс-минус приятная. Но интерфейс все, конечно же, портит. Какие-то, смотрите, ники странные. На сколько километров мы бьем? Мы можем уже атаковать? Лампочки засвета у всех горят. Приколдесно. Так, вижу цель. Перезарядка очень долгая. У меня было много других калибров. Почему я только с одной пушки стреляю? Но я понимаю, надо развернуться. Слежку можно включить. Хорошо. Он пропал куда-то, слушайте. Тыцк. Урон хороший. Да, а то, что происходит вокруг, не очень, ага. Так, давайте в этого постреляем. Интересно, здесь есть респауны? Клэш-панзере, если не ошибаюсь, были. Ну, вроде попадаем. Выглядит, конечно, все очень странно. Я не могу выше прицел поднять, он слишком далеко. Расстояние, мое почтение, 13 километров. Я как будто на 3 километрах в МВ-хидерусь. Давай вперед. Ну, вроде попадаем. Вот у нас есть какое-то... Что-то типа линкора с двумя трубами. Почему я с одной пушки стреляю? Надо развернуться лучше. Вот, пошли залп хорошие. Задержечка урон проходит. Что такое слежка? А, у меня прицел, смотрите, тащится за ним. То есть можно вообще не париться. То есть... Так вот, все. Так она, по-моему, всегда работает, нет? Ну вот, навелись, все нормально. Можно работать. То есть можно играть одной рукой. Замечательно. Потопили. Хорошо. Три килла уже есть. Но опять же, трудности здесь возникнут только, скорее всего, с игроками, которые прокачаны лучше, чем ты. По-другому непонятно, какие здесь приколы, геймплеи есть еще. Но, скорее всего, в подводной лодочке есть интересный класс, который нужно тоже будет посмотреть. Но как долго он будет открываться, пока непонятно. Ну, смотрите, всех, кого мы убили, опять появились. То есть респауны есть, мы просто мешаем все определенное время и собираем максимальное количество очков. Даль кого-то все стоят. Ну, игра чисто расслабится. Ну, в такого шустряка мы фиг попадем. Надо как-то пониже опустить прицел. Вот так вот стрельнуть. Врезался в скалы. Боты плавать не умеют. И ускоряется такое еще на месте. Очень надо сильно свапать вниз, чтобы он убрал прицел. Они начинают наших бить. Вроде попадаем. Вот этого бы забрать, смотрите, голубчика. Давай выше, мужик. Вот, все захватились. Я хочу ракеты. Но он ушел от нас. Так, 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 так. Они сейчас нас догонят. Там наши сливаться пошли. Пойдем, нет, так. Ну, они сами все откисли. А, нет, засвет пропал, потому что нашего убили. Ну, давай ты еще сейчас дохнешь в ничью. Мужичок. Так, 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 мужик. Я не понимаю, что ты мне говоришь. Разворачивайся, стреляй. Ну, 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 убьем. Убили, успели. 4 кила есть, хорошо. Так, у нас опять куча всяких разных ресурсов. Можно посмотреть статистику. Мы на первом месте. Смотрите, какой у нас классный ник. Просто прекрасно. Окей, повышение звания есть. Тут нам предлагают опять собрать всякие разные штучки. Будет много ресурсов. Ой-ой-ой-ой-ой, бесплатно. Что, я могу прям взять бесплатно сундук? Ой, какая прелесть. Нам дали новый корабль. Линкор. Хаккай какой-то. Ну, отлично. Я его себе заберу. Еще один разок можно. А дайте мне еще один линкор. Или лучше подводную лодку. Мурманск дали. Вот на нем сейчас по-любому поедем. Крейсер. Да ладно, ничего страшного. Есть еще стритивизуал какой-то. Следующий сундук стоит 900. А сингл саппл что такое? Еще вот так вот можно. А, одиночная какая-то карта. Еще можно? Они бесконечные что ли? Или еще? А, осталось 20 штук. Ну ладно, я этим потом займусь. Почему нельзя сразу же все открыть? Так, Найтмар. За голду. Что, возьмем Найтмар? Смотрите, какая здесь красота. Давайте возьмем. Нам нечего терять. У-у-у, какой-то акустический самонаводение мод. Скорее всего торпеды. Пак торпед. Так, крузер. Дестройер. Баттлшиппер. Аэркрафтер. Субмаринен. Ну вот, пожалуйста, такая небольшая лодочка стоит всего лишь тысяча с чем-то голды. Хорошо. Давайте попробуем купить подводную лодку. Нинхай какой-то нам дали. За левелап, что ли? И смотрите, у меня уже какой ангар стал. Весь в кораблях. Просто нечто. Где тут у нас был Атлас? Так, Спейшл. Что это такое? Ну, это что-то за донатки. А, нет. Это эвентовые корабли. Они такие тоже были в этом самом. В Клэш-Панзере? Ладно, пропустим. Авианосцы. Что для этого требуется? Так, этот корабль можно разработать после того, как все баз-детали будут разработаны до первого ранга. И что нас останавливают? А, нужно звание Старший Мичман. Я вас понял. Надо прокачаться. И тогда посмотрим. Подождите, не выходите из Атласа. Давайте в подводные лодочки зайдем. Ну, с подводными лодками все то же самое. То есть, чтобы разработать, нужно капитан к второго ранга. Очень жаль. Но зато линкоры сразу же есть. Я хотел прокатиться на этом самом. Вот этого чувака мне дали всего лишь на 23 часа. Ну, давайте попробуем его. Почему бы нет? Только надо было его, наверное, прокачать. Да, пофиг. Не, ну, ребятки, это трындец. Я уже 2 минуты сижу, жду. Я не могу выйти из очереди. И что, мне здесь жить, что ли? Ладно, давайте перезапустим игру. Попробуем что-нибудь другое. И, представляете, я захожу в игру. Меня закидывает в бой. Все нормально. То есть, никто ничего не заметил. Все работает. Я хотел, знаете, что посмотреть? Как мы стреляем из пушек вот в таком вот режиме. Меня уже обнаружили. А можно камеру как-нибудь отдалить? Какой смысл в ней, если я вижу так близко? Вот есть какая-то точка. Давайте ее попробуем захватить. Ой-ой-ой, время-то заканчивается. Это все время я прождал. Бой-то шел на самом деле. И мы сейчас проиграем. Так, ладно. К черту режим. Давайте постреляемся. Паренек, паренек, паренек. Держи мои торпедки на память. Успеем, нет, его взорвать. Он очень жесткий какой-то, слушайте. 20 тысяч здоровья. И у меня еще в торпеды зашли. Может, это уже живые люди? Но зато есть реконект. МВХ таким похвастаться не может. Хорошо. Забираем лут, несмотря на то, что мы проиграли, нам дали много всего. Хорошо. Пусть будет так. Короче, Кёнинсберг, мы посмотрели. Давайте другие кораблики глянем. Ну, выполнение такое себе. Я поставил максимальную графику, между прочим, ага. Но они какие-то не особо узнаваемые. Как будто в конструкторе сделаны. Смотри, что это с трубой такое? Оно так по-настоящему выглядело. Нехай. Короче, вот кораблик есть. Насау. Ёпарасате. И всякие разные. Как они здесь сортируются по мощи? Слева направо, справа налево? Пока вообще ничего не понятно. Так, палец горит. Ну, давайте возьмем награду. Ой, сколько сундуков здесь есть. Какие-то нефти. А, кстати, да, в Клэш-Панзере тратился же бензин. То есть ты покатался, у тебя бензин закончился, и все, и ты наперекуру ходишь. Ограничения. Ну, что, тоже мы получили. Хорошо. Я трачу золото на серу. Окей. Зачем? Непонятно. Пусть будет так. Легкий заработок, ага. Как в интернете. Так, окрасочка есть. Хорошо. Давайте выберем какой-нибудь корабль. Ох уж эти подсказки на китайском, ага. Ну, короче, это именно скины, которые можно купить, я как понимаю, тоже за голду. За много голды. Неприлично много. А скины такие себе, между прочим. Очень простенькие. Хорошо. Давайте кого-нибудь возьмем. Вот есть у нас Мурманск. Четыре звезды. Попробуем его сейчас усилить на максимум. У нас же есть эти самые улучшалочки. И много серы. И пойдем ломать рандом. Пока непонятно, что происходит. Да хватит вот это вот выглядывать. Зачем? Расход серебра, я понимаю. Сменить на самый высокий уровень. Ёпра, что ты? Смотрите, какие штуки мне поставились. И они видоизменились. Все как в танчиках. Хорошо, мы стали максимально классными. Это мне все выпало за какие-то сундучки первого захода и так далее. Вот эту штуку можно улучшить. Продвинуть. Это вот эти вот части, которые падают. Здесь можно их немножечко прокачать. И нам подсказывают, где можно взять. Центр обеспечения бизнесмен. Типа магазин и какой-то центр. Хорошо. Так. Можно сделать скриншотик. Но я бы не стал этого делать. Потому что все страшненько выглядит на самом деле. Окей. Вроде бы прокачались на максимум. Теперь у нас Мурманск на первом месте. Есть какой-то плюс два. Что это такое? Не знаем. Пусть будет так. Я бы хотел еще посмотреть какие-нибудь режимчики. Потому что в Clash Panzer было много режимов. Но здесь только кнопочка в бой. Обычный подбор. Пусть будет побыстрее он происходить. Ага. Ну сейчас вроде нормально и даже без подсказок. То есть стандартная какая-то карта. Уже надеюсь с живыми китайцами. Епра. Получается у нас четыре орудия и два торпедных аппарата. Один здесь стреляет. Второй получается вот здесь. Хорошо. Здесь все ясно. Есть первая цель. На сколько километров мы убьем? Давайте посмотрим. Максимально вверх. 14,9 максимум. Пока не достаем. Вот есть. Хорошо. Захват пошел. Испытаем удачу. Какие залпы невероятные. Только урон что-то не проходит. Точнее, жизнь не тратится. Пробой, пробой. Торпеды, если пустим, в кого-нибудь попадем. Нет? Давайте попробуем. Ну, слушайте. Я прокачал корабль в максимум. А импакта не чувствую вообще. Там какая-то подводная лодка или что было? Маленькая проплыла. Озвучка моего почтения. Возможно, мы выбрали просто самую жирную цель. Ну, накидываем вроде бы. Это, конечно, не так занятно, как с ботами в МВХе воевать. Здесь они какие-то тупенькие все. Ну, чисто для разнообразия можно. И можно даже с пушек пострелять после слева. Я даже попадаю в кого-то. А че? Мне нравится. Вид сверху. Стреляем. Мы типа захватили цель и лупим по ней. Отлично. Не знаю, зачем этот прицел глобальный. Возможно, для авиации какой-нибудь. Но вот так вот удобнее стрелять. Ну, игра с каким-то упреждением имеется. То есть, это не просто шутан. Это такой рандомный шутан. Пробой, поджог. Че там, тыры-пыры. Много фич. Вот, кстати, третий кораблик стоит. Можно по нему пробовать отработать. С торпед. Но урон, я думал, будет больше. Очень жирные корабли. Сейчас мы развернем корпус. Еще этими торпедами закинем. Он все равно сдвинуться не может. Только парень наш сейчас его прикроет, скорее всего, да? Через парня стреляем. Сверху пролетают снаряды. Ну, такой экшон. Затолпили. Хорошо. 6-3 счет. Можно еще раз торпедами закинуться. У нас перезарядка. Надо разворачиваться. Максимальная скорость. О, давайте тарантелку попробуем. Долго торпеды откатываются. Запустили. Хорошо. Я иду на таран. Давай, как на галерах. Одна зашла. Хорошо. Дэцк. Непонятно, был урон на таран, или нет? У меня сейчас потопят. Слушайте. Нет, у меня еще дофига здоровья. Я точно такой же жирный, как и они. Достреляйте. Чего он вверх прицел не может закинуть? Ну, прям лютый замес. Не дать, не взять. Что-то меня повредили. Слушайте. Пушка вышла из строя. Как ремонтироваться? Не знаю. Но пушка одна приболела. То есть, третья, она даже не стреляет. Нет, все. Починилось хорошо. Как пацаны здесь тонут? Вы тонете, пацаны, здесь нет? Пацан. Или ты по кайфу дальше плаваешь? Ну, походу, по кайфу плавает. Либо здесь слишком мелко. Ага. Такие трамвайчики речные месяца. Пусть будет так. Но не знаю, буду ли я в это играть. Но если вам игра понравилась, ссылочка, как всегда, будет в описании. Заходите играть на здоровье. Хвастайтесь своими достижениями. Откройте ли вы подводную лодку, авианосцы и так далее. А я, скорее всего, не доживу до этого момента. Вот 6 секунд осталось печально. Кого-нибудь бы еще забрать. Торпеды пошли, но уже не успели. И очередная победка у нас есть. Замечательно. Окей-си, ребятки, игру мы посмотрели. Признаться, честно, я не в восторге. Игра как будто бы немного затерялась во времени. Лет так на 10-15. Очень все примитивно. Графика черт с ней. И не в такой играли интерфейс. Мое почтение. Хуже я, наверное, не видел. А вот геймплей очень аркадный. Намек на физику нет. От тебя вообще ничего не требуется. Просто захватил цель и жмешь атаку. Такое себе. Если бы игра вышла лет 10 назад, то шансов у нее тоже все равно бы не было. А сейчас тем более. Так что у меня пока на этом все. Если игра понравилась, ссылочка будет в описании. Также там есть альтернативные видеоплощадки. Для тех, кому неудобно смотреть ютуб. И всякие полезные ссылочки, типа телеги для общения и бусти с уникальным контентом. Подписываться не обязательно. Там есть бесплатные видосики с нормальными кораблями. Ну и, наверное, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока.